Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Это актуально». На вопросы сегодня ответит мэр Северодвинска Михаил Гомарин. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Добрый вечер. Михаил Аркадьевич, долгожданное событие. Для многих жителей города на днях открывается проспект Победы от улицы Кирилкина до Морского. Эту дорогу можно сравнить по значимости с Архангельским шоссе? Архангельское шоссе, безусловно, более значимая дорога и по объему, и по протяженности своей. Но в то же время данный объект наиболее важен для жителей именно этого микрорайона, квартала. Кроме того, это возможность выехать беспрепятственно на Архангельское шоссе. Поэтому в этом году мы выполнили первый этап работы, в следующем году, в 2017, выполним второй этап работы, для того, чтобы дорога фактически была полноценной. Но уже и сегодня один участок мы приняли уже в эксплуатацию, второй участок будет работать по временной схеме. Но это позволяет жителям микрорайона, фактически, сегодня беспрепятственно выезжать на маршрут и двигаться в сторону Архангельска. Кроме того, это, безусловно, поможет и нашим дачникам, которые ездят на даче, тоже сохранить маршрут. Ну и в целом, жителям этого микрорайона, безусловно, будет комфортнее. Ведь там не только выполнена дорога, там еще и сделан хороший тротуар, поэтому это место и для прогулок. Да, на дорогах города у нас большие перемены, но вопросы все-таки остаются. Давайте послушаем. Вопрос у меня такой. Дороги в городе делаются, это хорошо. Где тротуары? То есть можно посмотреть, что люди прыгают через лужи и ходить невозможно. У меня есть самокат, я хочу покататься, но негде. У нас можно ходить по тротуарам, только в стадион «Север», где есть хорошая дорожка. Улица железнодорожная. Мама ходит до работы, она ходит по проезжей части, потому что идти либо по земле, либо по лужам. В целом дорожные работы, да, ими удовлетворен, я сам автомобилист, соответственно, дороги хорошие, улучшаются, но тротуаров нет. Меня волнуют дороги, прежде всего, не только проезжие, но и тротуары. Я живу в районе Воронина, и от Первомайской до Карла Маркса тротуар не ремонтировался еще с 80-х годов, наверное. Я просто знаю, что люди, особенно пожилые, и спотыкаются, и ломают, не ломают, но травмы получают. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на тротуары. Ну вот такие пожелания от граждан. Ну, безусловно, вопрос актуальный, и на самом деле не только с 80-х. Некоторые тротуары из 60-х годов не ремонтировались, особенно в старой части города. Ну, мы все-таки первоначально нацелены на ремонт дорог, хотя и тротуары тоже, безусловно, делать нужно. Поэтому средства в 2017 году мы закладываем. Конечно, их не хватит на то, чтобы отремонтировать все тротуары, но процесс будет двигаться вперед. Поэтому начнем работу и по нашим тротуарам. Михаил Рыкович, у нас есть предложение к власти от предпринимателя. Меньше налогов, больше возможностей. Возможность, может быть, брать кредиты, то есть субсидии, финансовая поддержка государства в плане налогов, в плане субсидий, ну и в целом, в общем. Нужно больше давать возможностям предпринимателям двигаться вперед. Ну, понятно, предприниматели хотят сокращения налогов, хотя именно они пополняют бюджет для ремонта тех же тротуаров, дорог, школ. Давайте напомним, какую помощь оказывает местная власть предпринимателям. Ну, скажем, в том числе и они. Безусловно, в первую очередь средства в бюджет поступают от НДФЛ, это наши родообразующие предприятия, в первую очередь. Но, безусловно, и предприниматели вкладывают средства в развитие города, в казну города. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы предпринимательское сообщество у нас развивалось, чтобы больше становилось у нас предприятий. Поэтому со стороны органов власти мы оказываем посильную помощь. За последние годы выделено порядка 18 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. У нас выделяются и средства невозвратные, до 500 тысяч рублей мы собираем заявки. И вот за последние 6 лет 50 предпринимателей такую помощь получили. Заявки и сейчас оформляются, поэтому желающие могут представить свой проект на рассмотрение и получить субсидию до 500 тысяч рублей. Кроме того, работает фонд микрофинансирования. Порядка 250 предпринимателей уже получили средства на то, чтобы развивать свой бизнес. Взяли за им, так скажем. Это порядка 156 миллионов рублей. Поэтому мы, безусловно, предпринимателям помогаем, но хотели бы, чтобы и предприниматели тоже и заботились о своих работниках, чтобы должный уровень заработной платы был. И они участвовали в вопросах, связанных с благоустройством города, решением социальных задач. Поэтому даже сейчас в наших сложных экономических условиях мы не идем на то, чтобы увеличить налоговую нагрузку на предпринимателей, понимая, что им тоже сложно. Но и они должны понять, что сегодня необходимо решать вопросы заработной платы работникам бюджетной сферы, решать вопросы проведения ремонта, строительства жилья. Поэтому надо слышать друг друга. И давайте снова вернемся к теме городского хозяйства. Михаил Аркадьевич, вот у меня такой вопрос. На бюджетные деньги со стороны, восточной стороны администрации, городской здания, городской администрации, были установлены где-то порядка семи знаков дорожного движения, остановка запрещена. Но это на водителей не действует. Заезжена зеленая часть, игнорируют этими знаками, хотя напротив есть стоянка на наличии свободных мест. Надо принять какие-то меры, ужесточить, обязать сотрудников полиции, чтобы они чаще контролировали этот участок дороги или один из выходов поставить леерное ограждение. Этот вопрос скорее к ГИБДД. Да, безусловно, этот вопрос к ГИБДД. Везде леерное ограждение не поставить, хотя мы каждый год планируем средства на установление этих леерных ограждений. Мы проведем специальное совещание, в том числе и по этому вопросу с сотрудниками ГИБДД, для того, чтобы еще раз эту проблему обозначить. Ну, у нас есть еще один вопрос от этого же активного жителя. Михаил Аркадьевич, у меня вопрос еще. Вот такой, что у нас озеленение города проходит очень плохо. Вырубается, к примеру, тополя. Если посадили дерево, ну, за дерево, чтобы его вырастить, за ним надо ухаживать. Потому что посадили дерево, оно тоже засохло. И город скоро превратится в пустыню. Тем более, что зеленая часть заезжена машинами. Этот процесс сейчас, может, раньше не было бюджетных денег, он запущен. Во-первых, чтобы срубить один тополь, надо вместо этого тополя, чтобы было озеленее, хотя бы посадить 3-4 дерева, из которых из этих 3-4 или 5 деревьев вырастет только одно дерево. Вот в чем дело. А то мы посадили и про него забыли. Действительно компенсирующих посадок нет или телезритель просто не замечает? Здесь я не могу согласиться с телезрителем. Действительно, город сегодня требует, безусловно, определенных посадок, омоложения. И эта работа проводится. Она проводится ежегодно. Если где-то производится вырубка, то посадка деревьев в 3 раза больше. И на следующий год, после посадки, идет контроль. Если 75% от высаженных деревьев прижились, это считается нормально. То, что касается общей территории, то общая территория муниципального образования, более 4% это зеленые насаждения. На одного жителя приходится более 19 квадратных метров зеленых насаждений, при нормативе 16 квадратных метров. Поэтому эта работа в городе проводится. Постоянно идет мониторинг и контроль. Поэтому я надеюсь, что город у нас по-прежнему будет оставаться зеленым. Тем более, что люди, которые приезжают, особенно в летний период, они отмечают, что Северодвинск – это город зеленый. Это действительно так. Ну и следующий вопрос от молодой мамы. Михаил Аркадьевич, у меня такой вопрос. Как развивается строительство в городе Северодвинске? Сколько социальных домов уже построено и готовится к строительству? Спасибо большое. Какие планы по строительству жилья и, прежде всего, социального? Вопрос действительно актуальный и очень важный. И в конце недели мы встречались с руководством фонда реформирования ЖКХ, где обсуждался вопрос уже на перспективу. Как известно, программа работает до 2017 года. И людей интересует вопрос, а будет ли дальше развитие программы. Поэтому предполагается, что программа будет работать и дальше. Возможно, будут какие-то изменения. Но в целом государство все-таки планирует эту программу продолжать. Это важно. То, что касается непосредственно города по строительству, то в 2016 году мы введем порядка 13,5 тысяч квадратных метров жилья. Это три дома. И сегодня они уже готовятся к сдаче. В начале года должно пройти заселение уже жильцов. То, что касается следующего, 2017 года, то мы планируем ввести в эксплуатацию 5 домов. Общий объем составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Ну, а в целом по городу сегодня работа ведется на 34 объектах. С начала года их было 20. И общий объем составляет 208 тысяч квадратных метров. Поэтому в городе активно идет строительство. А это говорит о том, что город развивается. В том числе строительство социального жилья мы с каждым годом увеличиваем. Предлагаю снова послушать телезрителей и послушаем то, что они замечают в городе. За последнее время, последние лет 5, можно сказать, город изменился в лучшую сторону. Дороги особенно стали получше. Особенно понравилась дорога, которая построена на Парганском шоссе. Потом развилка сделана очень хорошая там, что практически стало нормально проезжать. Правда, есть еще недоделки. Мост надо еще на Ягро сделать там. Потому что все равно там пробки и прочее. А если я еще мост сделать, дорогу там расширить, я думаю, что будет все нормально. А Михаилу Аркадьевичу спасибо. И вот такие пожелания от ветеранов. Дело в том, что вопрос строительства нового моста и расширения Ягринского шоссе, он на самом деле, наверное, один из самых актуальных и самых важных на сегодняшний день. В то же время он самый объемный и по финансированию для нас. Поэтому вместе с правительством Архангельской области мы занимаемся данным вопросом. Понятно, что сложности большие по финансированию. Но вместе с тем, я думаю, что мы сдвинем все-таки этот вопрос с мертвой точки. Тем более, что это касается и жильцов непосредственно, жителей города. И работников оборонного предприятия. Поэтому здесь мы подключаем и объединенную судостроительную корпорацию, но и совместными усилиями, думаю, что добьемся все-таки получения финансирования на эту важную для города работу. Михаил Аркадьевич, на прошлой неделе вы провели сразу несколько рабочих встреч с общественными организациями, профсоюзами, землячествами в преддверии Дня народного единства. Как они оценивают микроклимат в городе? В целом все отмечают о том, что ситуация в городе стабильная, что у нас нет каких-то конфликтных, межэтнических ситуаций, что самое главное, что город развивается. И пожелание только к тому, чтобы еще больше уделять внимание развитию общественных организаций, помогать нашим семьям о том, чтобы больше внимания уделять благоустройству. Каких-то конфликтных ситуаций мы не наблюдаем. Вот пользуясь случаем, я хочу сказать, что уже стала традицией проводить фестивали, где участвуют у нас и наши землячества, и различные общественные организации. Он называется «Во поморской стороне живем». 6 ноября он будет проходить очередной в драмтеатре, и я наших горожан тоже приглашаю принять в нем участие для того, чтобы самим посмотреть, как идет взаимодействие наших некоммерческих организаций. Ну и в конце программы давайте послушаем гостей нашего города, ведь всегда интересно услышать мнение со стороны. Мы приехали из Рябинской, Аславской области. Какие впечатления с Рябинской? Ну, такой хороший морской город. Аккуратный, ухоженный город, много памятников. Да и так интересный город, в общем. Мы уже здесь не первый раз, и сравнивая с предыдущими, все равно развивается город, и как-то хорошеет, улучшается. Вот такое мнение мы услышали. Ну, очень-очень приятно, особенно это слышать от людей, которые здесь какой-то период не были и приехали, они видят эти изменения. Я вот хочу отметить, что у меня на прошлой неделе состоялась встреча с ребятами из Германии, которые здесь у нас были тоже в гостях, и они обратили внимание, что в городе такая спокойная достаточно обстановка, они, знаете, что спросили? Они спрашивают, а вот почему-то у вас мало полицейских на улицах, скорых мало ходят, скорой помощи. Я говорю, а почему они должны ходить? Но они вот привыкли, что у них это, так сказать, наиболее заметно. А у нас это все спокойно. Поэтому это еще раз говорит о том, что в городе нормальная обстановка, спокойная, город стабильно развивается, и дай бог, чтобы это было и дальше. На этом время наша программа подошла к концу. Телезрители, чьи вопросы не прозвучали в программе, получат письменные ответы. Михаил Аркадьевич, спасибо большое, что нашли время поучаствовать в программе. Всего доброго. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова